Чаще всего самые глубокие и ценные для кинематографа фильмы редко возглавляют бокс-офисы, уступая более распиаренным и ориентированным на широкие массы фильмам. Но и в таких картинах есть определенная ценность, ведь зрители не просто голосуют за них рублем, они заносят в кассу рекордные суммы. Всем привет, меня зовут Илья Бунин. Сегодня у нас топ-10 самых кассовых фильмов за всю историю кинематографа. Погнали! Железный Человек 3 открывает десятку, фильм, ставший третьим сольником Железного Человека, первым фильмом второй фазы и седьмым в общем списке фильмов кинематографической вселенной Марвел. Лента вышла в 2013 году и покорила несколько рекордов. В России и СНГ за первый день проката фильм собрал около 8 миллионов долларов, что стало рекордом для этого рынка. Через неделю Железный Человек 3 стал 18-м фильмом, которому покорилась отметка в миллиард рублей. В США касса за первый уикенд составила 174 миллиона долларов. На тот момент такой успешный старт уступал лишь Мстителям, которые вышли на год раньше. Общие мировые сборы фильма составили 1 миллиард 214 миллионов долларов, что и обеспечило картине десятую строчку в списке самых кассовых фильмов мира. Холодное сердце. Строчкой выше расположился мультфильм Холодное сердце от Walt Disney Pictures, который вышел в том же 2013 году. Мультфильм был с восторгом принят как зрителями, так и критиками. Многие включают его в список самых лучших творений за всю историю Диснея. И эти слова нашли вполне вещественные подтверждения. В 2014 году мульт получил сразу два Оскара за лучший анимационный фильм и лучшую песню. А его сборы составили более 1 миллиарда 276 миллионов долларов. На данный момент Холодное сердце – это самый кассовый мультфильм Диснея. И вообще самый кассовый анимационный фильм в истории кино, если не учитывать инфляцию. Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая. Восьмой фильм не только поставил точку в многолетней истории Гарри Поттера, но и стал единственным фильмом во вселенной Джоан Роулинг, чьи сборы перевалили за миллиард долларов. Причем нормально так перевалили. Касса составила 1 миллиард 341 миллион долларов. До 2012 года фильм уверенно занимал третью строчку в списке самых кассовых фильмов мира, пока его несколько раз не подвинули ленты, о которых мы поговорим дальше. Мстители. Эра Альтрона. Одиннадцатый фильм киновселенной Марвел вышел в 2015 году и собрал колоссальную кассу – 1 миллиард 405 миллионов долларов. Можно было бы многое распинаться про то, как фильм бил рекорды уикендов и собирал рекордные кассы на рынках всего мира, но в этом нет особого смысла. Дело в том, что в 2015 году кассовые сборы сразу пяти картин преодолели отметку в миллиард долларов, и эра Альтрона стала лишь четвертой из них. Форсаж 7. Одним из фильмов, который обогнал супергеройский эпик от Марвел, стал в конец упоровшийся амфетаминами седьмой Форсаж. Но вы и сами все помните. Летающие машины, лютые спецэффекты и красивое прощание с Полом Уокером. Возможно, именно смерть одного из ведущих актеров подстегнула бешеные сборы фильма, которые составили более полутора миллиардов долларов. Наверное, многие зрители хотели в последний раз посмотреть на любимого актера, да и вообще думали, что седьмая часть станет последней. В итоге сборы фильма составили 1 миллиард 516 миллионов долларов. Для сравнения, шестой Форсаж собрал в два раза меньше – 788 миллионов. Мстители. Седьмой части Форсажа не хватило всего пары миллионов долларов, чтобы подвинуть Мстителей 2012 года разлива. Последний фильм первой фазы завершал формирование основной команды Мстюнов и впервые собрал в кучу всех главных супергероев предыдущих сольников. Неудивительно, что народ на него валил валом. В список 10 самых кассовых фильмов мира входит сразу три ленты киновселенной Марвел. Но ни Железному Человеку, ни Реальтрона не удалось приблизиться к результату оригинальных Мстителей. Общемировые сборы этого фильма составили 1 миллиард 518 миллионов долларов. Благодаря этому он спихнул с третьей строчки списка последнюю часть Гарри Поттера и продержался на ней до того самого 2015 года. Мир Юрского периода. В 2015 году американские студии взялись в хвост и в гриву эксплуатировать легендарные франшизы, одной из которых стал Парк Юрского периода. Ежу понятно, что современные прочтения подобных не особо-то и устаревших картин направлены в первую очередь на выкачивание бабла. Они горяшат дерьмовым сценарием, самоцитированием и всеобщим упрощением для расширения аудитории. Лично мое отношение к миру Юрского периода было очень прохладным. Но хороший маркетинг сделал свое дело. Зрители по всему миру занесли в кассу 1 миллиард 670 миллионов долларов. И не очень удачный фильм обогнал куда более качественных конкурентов. Звездные войны. Пробуждение силы. Но куда там Юрскому периоду до студии Уолта Диснея, которая знает толк в баблодойках. После приобретения студии Lucasfilm Дисней овладел одной из самых легендарных кинофраншиз в истории кино. Результат был предсказуем. Был запущен конвейер по массовому производству сиквелов и спин-оффов, которые по всем фронтам продвигались самым агрессивным и бессовестным маркетингом. Я думаю вы и сами помните тот ужас. Реклама была просто везде. В сети, по ТВ и радио, на улицах, в метро, на флайерах, в магазинах. В те дни я уже реально боялся постер в холодильнике обнаружить. Эффект не заставил себя долго ждать. Седьмой эпизод Звездных войн стал всего лишь третьим фильмом в истории, которому покорился рубеж в 2 миллиарда долларов. Общие сборы составили 2 миллиарда 68 миллионов. Непокоренными остались всего лишь два рекорда, связанные с одним хитрым человеком. И я думаю вы уже догадались о ком идет речь. Титаник. Конечно же это Джеймс Кэмерон, самый кассовый режиссер этой планеты, а также создатель Терминаторов, Титаников и Аватаров. 20 лет назад вышел Эпохальный Титаник. Фильм-катастрофа, который взял 11 премий Оскар из 14 номинаций, собрал 1 миллиард 800 миллионов долларов в прокате и стал самым кассовым фильмом на тот момент. Причем не только самым кассовым, но и самым дорогостоящим. Бюджет Титаника составил 200 миллионов долларов, что по тем временам было рекордной суммой даже для Голливуда. Еще в середине нулевых Кэмерон решил, что из Титаника можно выдавить еще денежек, поэтому задумал перенести его в формат 3D. Реализовали эту идею в 2012 году, что принесло еще 342 миллиона долларов сверху. В итоге общие кассовые сборы фильма составили 2 миллиарда 186 миллионов долларов. Титаник оставался самым кассовым фильмом в мире на протяжении 12 лет и никакие Звездные Войны не смогли к нему подобраться. Аватар. Превзойти такой успех было под силу лишь самому Джеймсу Кэмерону, что он и сделал в 2009 году со своим фильмом про синих хиппи с другой планеты. В наградном сезоне Аватар не имел такого успеха как Титаник. Он взял лишь 3 золотые статуэтки из 9 номинаций, причем не выиграл ни в одной из главных категорий. Зато в финансовом плане Аватар побил все возможные рекорды. Он стал первым фильмом, собравшим более 700 миллионов долларов в США, а также первым фильмом в истории кинематографа, чьи сборы достигли отметки в 2 миллиарда долларов. В США Аватар оставался лидером проката в течение 7 недель, а за пределами Америки в течение 11. К концу своего первоначального проката фильм собрал 2 миллиарда 749 миллионов долларов, став абсолютным рекордсменом и самым кассовым фильмом в истории. В июле 2010 года Джеймс Кэмерон объявил о повторном прокате Аватара в кинотеатрах. Была показана расширенная версия фильма в формате 3D и IMAX 3D. В этой версии было добавлено 9 дополнительных минут, которые включали в себя расширенные и вырезанные сцены, которых не было в оригинале. Сам режиссер говорил, что эти дополнительные 9 минут стоили более миллиона долларов. Видимо он и решил отбить эти деньги, что с успехом и проделал. Дополнительный прокат собрал еще 33 миллиона долларов по всему миру, так что общие сборы фильма составили 2 миллиарда 787 миллионов 965 тысяч долларов. Вполне вероятно, что этот рекорд вновь будет побит самим режиссером, который уже запланировал напилить еще 4 фильма в этой франшизе. Ребят, не забудьте оценить видео и подписывайтесь на мой паблик, чтобы быть в курсе всех самых интересных новостей из мира кино. Кстати, сейчас вы еще можете посмотреть ролик о 10 сериалах, которые подарили нам смешные мемы. И до скорого. Пока.